Устали переплачивать за услуги и убираться на мусорных площадках. Жители села Славкино Николаевского района недовольны работой местного регионального оператора. По словам сельчан, компания собирает по 99 рублей в месяц умерших земляков, а также с тех, кто давно уже переехал с глубинки и сменил прописку. Перерасчет получить не удается. У нас есть представительство в Николаевке. Люди обращаются туда с заявлением на перерасчет. Но эти заявления там буквально по полгода лежат. Я лично писала заявление в феврале. А до сих пор перерасчета нет. Узнавала в июне. Сказали, что мы эти документы только что отправили недавно. Поэтому ждите. Перерасчет обязательно будет. Также, по словам сельчан, компания не следует правилам, прописанным в договоре. Регоператор обязался два раза в неделю забирать пакеты с мусором возле домов. Однако обещания не выполняются. Вместо регулярных визитов люди получили 8 импровизированных мусорных площадок без контейнеров. Местные жители сами поставили ограждение, чтобы собаки не растаскивали отходы по селу. Пенсионер Игорь Артюшин утверждает, что диалог с представителями компании не всегда получается. Иногда и вовсе поступают угрозы. В крайнем случае у вас будут заблокированы счета у всех, кто не оплачивает или кто противится этому. Люди начинают бояться. Утверждение директора ульяновского филиала компании и жителей Славкина разнятся. Руководитель прокомментировал ситуацию. Тариф устанавливает профильное министерство. Все вопросы к чиновникам. Это 99, это был на 20-й год, сейчас он немножко ниже, 98,70. Потому что именно непосредственно то, что именно тариф за один кулический метр был, его стоимость была пониже. Здесь в данном случае это документы, которые сам региональный оператор не устанавливает, не регулирует. Для этого есть профильное министерство. Тариф устанавливает агентство по регулированию цены тарифов. А норматив накопления, именно вот эти 2,33 кубических метра, установлены Министерством развития и конкуренции Ульяновской области. Оказалось, площадки под контейнеры организовали представители районных властей. Устав от неразберихий, жители отправили свой вопрос на прямую линию Алексея Русских. Неоднозначную тему обсудили в прямом эфире. Глава региона выслужил местных жителей и призвал к ответу местных управленцев. В свою очередь глава Николаевского района Сергей Кузин пообещал за три недели обеспечить население баками. Виктория Черкова, Герман Баранов, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.